Печаль сатаны. Мария Карелли. Роман. 1904 год. Между египетской танцовщицей и вашей покойной женой, прервал меня Лусио, конечно, заметил, но зачем это трогает вас? История повторяется, так зачем же типу красивой женщины не повторяться? Красота всегда имеет свой двойник или в прошлом, или в будущем. Я ничего не ответил, но на следующее утро почувствовал себя больным до такой степени больным, что не мог встать с постели. Я провел день в мучительном беспокойстве, не столько физическом, как душевном. При гостинице в Луксоре находился врач, и Лусио, по-прежнему охраняя мой комфорт, немедленно послал за ним. Доктор ощупал мне пульс, покачал головой и после долгих размышлений посоветовал мне немедленно покинуть Египет. Я выслушал его приговор с едва скрываемым удовольствием. Жажда выбросить из этой страны старых богов причиняла мне почти физические страдания. Я ненавидел бесконечно страшные безмолвые пустыни, где загадочный сфинкс дышит презрением на мелкое человечество. Где открытые могилы представляют нашим взором давно умершие лица, похожие до невероятности на лица людей, которых мы знали и любили. И где живописная летопись передает нам те же эпизоды, коими наполнены наши современные газеты. Риммонез был согласен выполнить предписание докторов и устроил наш возвратный путь в Каир и обратно в Александрию. С такой поспешностью, что я лучшего не мог желать и невольно почувствовал к своему другу прилич безграничной благодарности. Все, что деньги могут сделать, было сделано и в сравнительно краткий период времени мы уже выбыли из египетских вод. И под всеми парусами шли, как мне казалось, по направлению Франции. Пока мы ничего не решали касательно наших дальнейших планов, но было вероятнее всего, что мы прозимуем у берегов чарующие ривьеры. Мое прежнее доверие к Риммонезе вернулось с удвоенной силой, и я предоставлял ему решение нашей судьбы. Радуясь, что мне удалось не умереть в таинственном Египте. Только после десятидневного плавания, когда мое здоровье почти вошло в норму, начало конца этого незабвенного путешествия представилось мне в таком угрожающем виде, что я чуть не сошел с ума и не лишился жизни, или, чтобы выразиться аккуратнее, я никак не могу забыть урока, навеянного горьким опытом. Не перешел к той загробной жизни, которую мы отвергаем, пока не захвачены ей, не вернуты к вечное блаженство или вечные муки. В один знаменательный вечер после чудного тихого дня я вернулся в свою каюту на ночь, чувствуя себя почти счастливым. Мой ум совершенно успаковывался. Моя вера в Лусио, как я говорил раньше, вновь стала непоколебима. Могу... Неприятности, которые я вытерпел за последнее время, начали принимать неясный вид и стушевываться с далеким прошлым. Я умственно перебрал свое финансовое положение и решил, что могу жениться вновь, конечно, на Мавис Клер. Это не подлежало никакому сомнению. Никакая другая женщина не будет моей женой, но она... Она будет моей. Я не предвидел никаких препятствий, и убаюканный этими приятными иллюзиями и самообольщениями, я улегся и сладко заснул. Около полуночи я внезапно проснулся. Каюта была освещена каким-то ярким красным светом. Мое первое впечатление было, что яхта горит. Но минуту спустя я был уничтожен чувством безмерного, неописуемого страха. Сибила стояла передо мной. Сибила в виде дикой, страждущей, корчащейся женщины, полуногою, размахивающей руками в каком-то приступе отчаяния. Ее лицо было такое же, как в день смерти, синевато-бледное и отталкивающее. Вокруг ее талии огненное кольцо виднелось в виде свернувшейся змеи. Ее губы двигались, как бы желая что-то сказать, но не было слышно ни малейшего звука. Пока я еще смотрел на нее, она исчезла. Должно быть, в ту же минуту я потерял сознание. Когда я пришел в себя, утро уже давно настало. Это страшное видение было первым из многих. Каждую ночь ко мне являлась жена, окруженная пламенем. И в конце концов я обезумел от страха и отчаяния. Мои страдания в то время положительно не подлежат описанию. Однако я скрывал их от Лусио, несмотря на его всегдашнее ко мне участие. Я прибег к разным выступляющим лекарствам, в надежде получить хоть несколько часов от нарушенного покоя. Но напрасно. В известное время я всегда просыпался и видел перед собой горящий призрак умершей жены. С отчаянием во взоре и невысказанным предупреждением на посинелых губах. Но это было еще не все. Как-то раз днем, при полном солнечном сиянии, я взошел в кают-компанию и внезапно отшатнулся. За длинным столом сидел мой старый друг Джон Каррингтон и с пером в руке сводил какие-то щита. Он низко нагибался над бумагами, его лицо было чрезвычайно бледно и покрыто морщинами, но до такой степени жизненно, что я позвал его по имени. Он поднял голову, тоскливо улыбнулся и исчез. Дрожа всеми членами, я опустился в кресло с сознанием, что новый ужас был прибавлен к тем ужасам, которые меня преследовали. Собрав последние умственные силы, я начал размышлять, что бы предпринять, чтобы избавиться от этих видений. Конечно, не подлежало сомнению, что я был чрезвычайно болен. Эти призраки – лишь последствия моих расстроенных нервов. Мне надо превозможить себя до возвращения в Англию и там немедленно прибегнуть к помощи наилучших специалистов по умственным болезням. «А пока», – пробормотал я чуть слышно, «я ничего не скажу, даже Лусио. Он ответит мне улыбкой, и я возненавижу его». Я остановился, удивляясь собственным словам. «Неужели придет время, когда я возненавижу его?» «Не может быть». В ту самую ночь я решил спать на палубе, в гамаке, в надежде, что на открытом воздухе я буду избавлен от видений. Но мои страдания лишь усилились. Я проснулся, как всегда, и увидал не только Сибиллу, но и трех призраков, виденных мною в Лондоне в ночь самоубийства графа Линтона. Это были те самые призраки. Но в этот раз их лица были подняты и повернуты ко мне, хотя слово «мизерия» не послышалось. Мне показалось, что оно блуждало на их дрожащих губах. А Сибилла с лицом покойницы, окруженная пламенем, Сибилла улыбнулась мне горькой улыбкой страдалицы. Бог мой! И я больше вытерпеть не мог. Скосив со своего ложа, я бросился к краю судна. Один прыжок, и я успокоюсь в холодных волнах. «Ха-ха!» Передо мной стоял, омеялся своим смуглым лицом и хитрыми глазами. «Не могу ли я помочь вам, сэр?» спросил он вежливо. «Помочь мне?» «Нет». «Вы ничего не можете сделать?» «Мне нужен покой. Я спать здесь не могу. Воздух удушливый, серный. И даже звезды блещут как-то горячо». Я приостановился. Амьел смотрел на меня, как всегда, с плохо скрытым презрением. «Я пойду к себе в каюту», продолжал я сделанным спокойствием. «Там, пожалуй, я буду наедине». И засмеявшись как-то дико и невольно, я направился неверными шагами к лесенке, ведущей вниз, не смея обернуться в боязни, что призраки следуют за мной. Вернувшись в свою каюту, я свирепо захлопнул дверь и слихорядочной быстротой открыл свой футляр с револьверами. Вынув один из них, я бережно зарядил его. Мое сердце безумно билось, и, не поднимая глаз, я в боязни встретить мертвые глаза Сибиллы. Легкое нажатие на курок прошептал я, и все кончено. Я буду на покое, без зрения, без чувств и без страданий. Ужасы для меня окончательно исчезнут. Настанет сон, вечный безмятежный сон. Я поднял оружие и пристал его к правому виску. Внезапно дверь моей каюты распахнулась, и на пороге явился Лусио. Простите меня, сказал он, приметив мое положение. Я не подозревал, что вы заняты. Я уйду ни за что в мире, и я не желал бы помешать вам. В его улыбке было что-то демоническое. Я столбенел и невольно опустил руку с револьвером. Вы это говорите, воскликнул я в приливе с острова отчаяния. Вы говорите это в виде мои намерения. А я думал, что вы мне друг. Ремонесс поднял голову и посмотрел на меня. Его глаза расширились и заблистали в приливе презрения, злобы и печали. Неужели? И он, многозначительная улыбка его опять озарила его бледное лицо. Вы ошибались. Я ваш враг. Последовало томительное молчание. Выражение его лица сверхъестественное, мрачное, поразило меня. Я задрожал и весь похолодел от страха. Машинально вложил револьвер в футляр. Я посмотрел на Лусио в каком-то болезненном, беспомощном недоумении. Его грозный, могучий облик, казалось, принимал все более широкие размеры, надвигаясь на меня, как гигантская тень грозовой тучи. Моя кровь застыла от необъяснимого, неведомого ужаса. Потом тяжелый мрак заслал мне глаза, и я упал без чувств. Гром и дикое смятение, сверкание молнии, оглушающий рев огромных волн, подымающийся до потрясающей высоты. Вот какому распутству стихий, кружащихся в смертельном водовороте, я, наконец, проснулся. С трудом поднявшись на ноги, я стоял в глубоком мраке каюту, стараясь собрать свои силы. Электрические лампочки потухли, и только молния освещала могильную темноту. Неистовые крики раздавались на палубы, демонические возгласы, которые звучали то отчаянно, то торжествующе, то угрожающе. Яхта бросалась из стороны в сторону, как травленный олень, защищающийся от охотников, и каждый удар необычайно сильного грома, видимо, угрожал ей неминуемой погибелью. Ветер выл, как мучащийся демон. Он встонал и рыдал, как бы обладая чувствительным телом, подверженным злейшей пытке. Временами вихрь спускался вниз с бешеной быстротой огромных крыльев, и с каждым порывом я думал, что судно должно погибнуть. Забыв все, кроме личной опасности, я бросился к дверям, они были закрыты снаружи. Кто-то заключил меня. Я так возмутился этим неожиданным обстоятельством, что начал бить кулаками в двери стену. Я звал, кричал, угрожал, сердился. Но все напрасно. Два раза я потерял равновесие, благодаря сильной качке, и, наконец, сохрипший и без сил, я перестал ломиться в дверь и прислонился к стене, чтобы отдышаться. Буря, казалось, усиливалась с каждой минутой. Молния не переставала сверкала, и раскатистый гром так быстро следовал за молнией, что гроза, без сомнения, свирепствовала как крас над нами. Внезапно я услыхал безумный возглас. «Мы бьемся о скалы!» За этим последовали раскаты фальшивого смеха. Испуганный, ошеломленный, напрягая слух, я старался уловить последующие звуки, и вдруг кто-то заговорил совсем близко, как будто сама окружающая темнота заговорила. «Впереди нас скалы! Во всем мире буря, опасность и погибель! погибели смерть, а после смерти жизнь!» Выражения, с которым эти слова были произнесены, исполнили меня неизъяснимым ужасом. Я упал на колени и чуть не помолился тому Богу, которого всю жизнь отвергал. Обезумев от страха, я слов не находил. Густая темнота, оглушающий рев ветра и моря, бешеные неясные возгласы, все это казалось мне каким-то адом, неожиданно освободившимся и рушившимся на меня. Я мог только молча стоять на коленях и дрожать. Внезапно гул, как от приближающегося огромного водоворота, покрыл весь остальной шум. Этот гул мало-помалу разрешился хором тысячи голосов. Бешеные крики раздались одновременно с ударом грома, и, услыхав их, я встрепенулся, как ужаленный. «Авэ, сатанос! Авэ!» громко кричал хор. Я весь окоченел, мои члены больше не повиновались мне. Отчаянный возглас «Авэ, сатанос!» был подхвачен бушующими волнами. Казалось, что ветер повторил его, и молнии блестящими буквами начертили «Авэ, сатанос!» в темноте. Голова у меня закружилась, он затуманился. Я решил, что схожу с ума. Как объяснить, иначе эти крики, лишенные здравого смысла? В порыве сверхъестественной силы я бросился всем телом на дверь, чтобы сломать ее. Она слегка поддалась. Я приготовился ко второй такой же попытке, когда она сама быстро распахнулась, впуская струю бледного света. И Лусио, закутанный в какой-то темный плащ, явился на пороге. «Следуйте за мной, Джеффри Темпест!» сказал он тихим, но вполне ясным голосом. «Ваш час настал!» Его слова лишили меня последней тени самообладания. Страх бури, неожиданность его присутствия окончательно обессилили меня, и я протянул ему руку с мольбой, почти не сознавая, что делаю и что говорю. «Ради Бога!» начал я дико. Он остановил меня повелительным жестом. «Избавьте меня от ваших молитв, а воззвания к Богу!» «Опоздали!» «Пойдемте!» Он обернулся и пошел вперед, как темный призрак, окруженный загадочным бледным светом, а я устрашенный, ослепленный, почти обезумевший, последовал за ним, двигаемый, как мне казалось, какой-то посторонней силой, пока не очутился в кают-компании, где бешеные волны бились в окна, как разъяренные змеи, бросающиеся на добычу. Дрожа всем телом и не в силах устоять на ногах, я опустился в первое попавшееся кресло. Луся остановился в каком-то раздумье, посмотрел на меня, потом подошел к одному из круглых окон и открыл его. Огромная волна ворвалась и обрызгала меня своей соленой струей, но мне это было безразлично. С отчаянным вниманием я смотрел на него, на товарища, в обществе которого я провел столько дней. Поднимая повелительно руку, Риманес обратился к бушующим стихиям. «Назад! Вы, демоны моря и ветра! О, вы, погибнувшие души людей, служащие мне, а не Богу! Души, потерянные в волнах и несомые ветром! Уходите! Перестаньте шуметь! Этот час принадлежит мне!» Я слушал в паническом страхе и увидал, как могучие волны покорно улеглись и бушующий ветер стих. Яхта продолжала свой путь так плавно и равномерно, как будто шла не по морю, а по тихому озеру. И раньше, чем я мог усвоить значение этого чуда, свет полного месяца засверкал, бросая широкий луч на полированный пол каюты. Но в самое мгновение, когда буря стихала, слова «Авэ, Сатанос» тихо раздали, как бы с морского дна, и слились с последним ударом отдаляющегося грома. Луся обернулся ко мне, его облик дышал какой-то торжественной и странной красотой. «Узнал ли ты меня теперь, человек, которому мои миллионы помогли погубить свое счастье? Или хочешь ты, чтобы я сказал, кто я?» Мои губы зашевелились, но говорить я не мог. Смутная, ужасная мысль, внезапно родившаяся в моем уме, казалась чересчур безумной и слишком отдаленной от вероятности, чтобы выговорить ее вслух. «Молчи, не двигайся, но слушай», продолжал он, «власти Всевышнего Бога, ибо нет другой власти, ни на земле, ни на бесах. Я управляю и повелеваю тобой в эту минуту, и твоя воля пока не существует. Я выбираю тебя из числа миллионов людей, чтобы научить при жизни уроку, которому все научаются после смерти. Пусть каждая жилка твоего ума воспримет то, что я передам ему, а потом передай свое знание товарищам, людям, если у тебя существует совесть, как у тебя существует душа. Опять я попытался заговорить. Он казался столь человеческим. Наконец, был моим другом, несмотря на уверение, что он мой враг. Но что означало огненное сияние, окружающее его? Откуда брался сверхъестественный блеск, коим расширялись его голубые очи. Глубокие. По светскому мерилу вы счастливый человек, продолжал, накидывая меня безжалостным взглядом. Вас считают таким, потому что вы можете скупить всех и вся, но власть, управляющая всеми мирами, судит вас иначе. Вы не можете подкупить ее, даже если римско-католическая церковь предложит вам эту сделку. Эта власть с большой буквы смотрит на вас, как вы есть, не как вы кажетесь, и для нее только ваша душа значительна. Вы – бесстыдный эгоист, упорно отвергающий существование вечного Бога, и за этот грех вы будете нести должную кару. Тот, кто предпочитает себя Богу и в приливе самоуверенности, не стесняется богохульствовать, приглашает иную власть руководствовать его судьбой, власть тьмы, власть зла, которая остается злою благодаря греховности человечества. Эту власть люди прозвали сатаной, принцем мрака, но в былые времена ангелы знавали ее под именем Люцифера, принца света. он приостановился, и его огненный взгляд упал на меня. Ну что же, узнаешь ли ты меня теперь? Я продолжал сидеть без движения, упорно глядя в одну точку. Неужели это человек? Ибо он казался человеком, сошел с ума. Зачем он намекает на ужас, который даже страшно выговорить? Если вы не узнаете меня, если ваша преступная душа не чует, кто я, это только потому, что вы этого не хотите. Я прихожу к людям, когда они ослеплены самолюбием и тщеславием. Я делаюсь их постоянным товарищем, ублажая их скрытые и любимые пороки. Я принимаю тот образ, который нравится им, и прилаживаюсь к их настроению. Они делают из меня то, чем я есть. Они передают мне ту оболочку, которая им подходит. В течение многих веков они награждали меня разнообразными именами, считая меня за какое-то чудовище. Но разве можно вообразить себе чудовище безобразнее грешного человека? Безмолвный и весь похолодевший я слушал. Мертвая тишина, прерываемая лишь этим звучным голосом, казалось, во сто крат страшнее предыдущей буре. Вы творение Бога, одаренное вечным зародышем бессмертия, но поглощенное собиранием пленной роскоши, которая кажется вам приятной на этой планете. Вы, опираясь на мизерное протяжение своего смертного скудного ума, смеете оспаривать те вечные законы, которых вы видеть не можете. По воле Творца вы видите природную Вселенную, но по милости его сверхъестественная Вселенная скрыта от вас. То, что существует там, сломило бы ваш ничтожный ум, как скорлупа сломалась бы под колесом, но потому, что вы этого не видите, вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь не только в несравненной любви, в несравненном разуме, которое оставляет вас в неведении, пока ваш ум не окрепнет, но и в самом факте существования этого разума. Надменный безумец, ваши дни сочтены на вечных часах, ваши действия подлежат суду вечного закона, каждое ваше слово, мысль, деяние, взгляд, все это идет на сотворение того образа, который переживает вашу смертную оболочку, и то, что вы делали с вашей душой в этом мире, будет ее видом в том, закон этот не подлежит изменению. Его лицо озарилось еще более сильным огненным блеском, но он продолжал говорить все тем же звучным, внушительным голосом. Люди сами выбирают свое будущее, пусть они не говорят, что им не дана свобода выбора. С высших сфер высокого рая дух Бога сошел и воплотился в человека, с низшей глубины ада я, дух возмущения, прихожу также в образе человека, но Бог человек был отверженный распят. Я же продолжаю жить вечно любимый, вечно прославленный. Это выбор людей, не выбор Бога и не выбор мой. Если бы себелюбивое человеческое племя окончательно отвергло меня, я больше не существовал бы в том виде, как существую. Послушайте, пока я опишу вам вашу жизнь, она не оставляет исключения. Посудите сами, как вы далеки от жителей небес, как близки к жителям ада. Я невольно вздрогнул. Я начал смутно понимать значение этого страшного разговора. Вы, Джеффри Темпес, человек, в котором мысль Божья была посеяна. В вас степлился священный огонь гения. Этот дар редко жертвуется человеку, и горе тому, кто, получив его, употребляет его лишь для собственной выгоды, забыв о Боге. Божественные законы направили вас на должный путь учения, на путь страданий, неудач, самоотвержения и бедности, ибо только этим путем человечество достигает совершенства и славы. Страдание и труд закаливает душу и готовит ее к победе. Труднее достойно выдержать торжество победы, чем вынести неудачу войны. Но вы негодовали на небо за его благонамеренность к вам. И путь страдальца был вам не по сердцу. Бедность доводила вас до безумия, голод претил вам. Однако бедность лучше надменного богатства и голод здоровее присущения. Но вы ждать не хотели, ваши заботы казались вам нестерпимыми, ваши трудовые усилия изряду выходящими, усилия других в сравнении с другими казались ничтожными. Вы готовы были проклясть Бога и умереть, жалея себя и любуясь исключительно собою, сердцем наполненным горестью и устами произносящими проклятие. Вы стремились одновременно погубить свой гений и свою душу. Ради всего этого к вам посыпались миллионы и и с ними явился я. Лусия выпрямился во весь рост, его глаза метали молнии. О, безумие, с самого начала я предупреждал вас, первого дня нашей встречи я говорил вам, что моя внешность обманчива. Божьи стихии угрожающе разразились в момент заключения нашей дружбы, а я, увидав последнее слабое усилие, еще не вполне о неимелой души. Разве я не уговаривал вас сдать ход вашему лучшему инстинкту? Шутник и богохульник, тысячи намеков были даны вам, тысячи раз вы могли совершить то добро, которое заставило бы меня покинуть вас, дало бы мне краткую передышку в моей вечной печали, один момент избавления от нескончаемой пытки. Его брови грозно нахмурились. Он продолжал, потом вновь заговорил. Теперь узнаете от меня, какая была сплетена та паутина, в которую вы так охотно попали. Ваши миллионы принадлежали мне. Человек, который оставил их вам в наследство, был отвратительный скупец, злой до глубины души. Силой своих пороков он сделался моим рабом, а безумев от вечного копления земных богатств он убил в себя припадке бешенства. Но он живет, живет более реальной жизнью, в которой узнал настоящую цену человеческих платежей. Вам эта наука еще предстоит. Луся придвинулся ближе ко мне, не отрывая своих пылающих глаз от моего лица. Богатства, как гений, даны человеку не для личного удовлетворения, но для оказания помощи тем, которые их не имеют. Но что сделали вы для ваших ближних? Даже книга, которую вы написали, и ради которой вы подкупили стольких людей, была напечатана вами не для пользы и утешения общества, но только чтобы добыть славу для себя. Ваш брак был плодом тщеславия и славстолюбия, и в лесе вашей развратной жены вы получили должное наказание. Любви в этом браке не было. Он получил благословение общества, но не благословение Бога. Вы отреклись от Бога, Он вам был не нужен. Каждый шаг вашего праздного существования был сделан только для благополучия самого себя. Теперь же я выбрал вас из числа всего человечества, чтобы вы увидали и услыхали то, что никто не видел и не слышал по сил сторону жизни. Я выбрал вас, потому что в глазах общества вы благонравный и уважаемый человек. Вы никого не зарезали, ни у кого ничего не украли. Ваше прелюбодеяние не превышает меру прелюбодеяния большинства людей, и ваше богохульство не сильнее того, что пишут нынешние литераторы. Однако вы виновны в главном преступлении этого века, в походливом эгоизме. Это худший грех, который только возможен, потому что он почти неисправим. Убийца может раскаяться и спасти сто жизней взамен той, которую он погубил. Вор может загладить свою вину честным трудом. Сластолюбец умертвить свою плоть и вымолить себе прощение. Но для эгоиста нет возможности покаяться, так как он считает себя совершенным, а творца за нечто низшее. Нынешнее столетие дышит эгоизмом, любовь к себе, поклонение к деньгам, вкрались в жизнь, всякое хорошее чувство. Ради грубо-наживы испортили самые живописные уголки земли. Родители и дети, жены и мужья готовы убить друг друга из-за мелкой горсти золота. Бог отвержен. Рай закрыт и разрушение омрачает эту планету знакомую ангелам под названием Звезды Печали. Не оскрепляйтесь более миллионер, коего миллиона были употреблены только в угоду себе, а не для облегчения мирской грусти. Ибо теперь, что мир вполне развращен, что эгоизм царит над всем, и лукавство заменяет честность, что золото цель человеческого счастливия и чистота отвергается, что поэты учат разврату и наука богохульсу, когда любовь смеяна и Бог забыт, конец близок. Я принимаю участие в этом разгроме, ибо человеческие души переживают свои телесные оболочки, когда эта планета исчезнет, как пузырь в воздухе. Души мужчин и женщин продолжат свое существование, как продолжает существовать душа женщины, которую вы любили, и душа матери, родившей ее, как существуют все мои почитатели, проходящие через тысячу изменений, пока они не направят свой путь к краю. И я продолжаю жить с ними, и только когда они вернутся к Богу очищенные совершенно, то вернусь и я, но не раньше. Он опять приостановился. Я услыхал отчаянные вздохи многих голосов. Имя Ариманес внезапно пронеслось по тихому воздуху. Я вздрогнул и прислушался Ариманес или Риманес. Я посмотрел на него со страхом. Всегда прекрасно его лицо теперь казалось неземным. Глаза блистали, как живое пламя. Вы думали, что я ваш друг, сказал он. Вы должны были знать, что я ваш враг. Кто бы не стил человеку за его добродетель и не потворствовал его порокам, тот несомненно его злейший недруг, будь он ангел или демон. Но вы считали меня за удобного товарища, и я был обязан служить вам, я и мои подчиненные. У вас не хватило чутья, чтобы это понять. О, вы презрительный насмешник всего сверхъестественного. Вы не задумались над тем, через чье страшное посредство совершились все чудеса вашего праздника в Вилосмире? Вы не подозревали, что демоны сготовили роскошный пир и разлили сценное вина? Невольный стон вырвался из моей груди. Я дико осмотрелся. Неужели могила не откроется передо мной, и я не избавлюсь от этой пытки? Да, продолжал Лусио, пир подходил по нынешним требованиям. Общество насыщалось до бесчувствия, и жители ада прислуживали ему. Мои подчиненные были похожи на людей, на самом деле существует мало разницы между человеком и дьяволом. Но что это было за уважаемое собрание? Во всех своих летописях Англия не могла бы найти второго столь странного торжества. Жалобные, рыдающие голоса раздавались все громче и громче. Я весь дрожал, ум переставал мыслить. Реманес посмотрел на меня с неожиданным выражением ни то жалости, ни то удивления. Каким смешным вы люди изображаете меня, какими мелкими человеческими принадлежностями награждаете меня. Если бы я был так отвратителен, как меня описывают, то, пожалуй, было бы лучше. Никто не выбрал бы меня товарищем, никто не считал бы за друга. Я становлюсь таким, каким этого требует каждый человеческий нрав. Такова моя судьба, таково наказание возложенное свыше. Но даже под этой человеческой маской люди признают во мне что-то высшее, нежели вы думаете, что когда Верховный Дух Божества принял земную оболочку, люди не признали в нем своего властелина? Нет. Признали и признавая, убили его, как всегда убивает все то, что носит отпечаток Божественного. Лицом к лицу я стоял с ним на высокой горе и исполнил свой обет искушения. Мире и царство, власть и силу, что все это могло быть для правителя вселенной? Отойди от меня, сатана, раздался Божественный голос. О, чудное повеление, о, счастливый отдых, тот самый вечер я достиг врат рая и внимал пению ангелов. Его голос понизился и исполнился несказанной грустью. Но что мир сделал со мной с моей вечной печалью, продолжал он? Не объявил ли он, что я радуюсь злу? О, человек, которому по воле Всевышнего я открываю часть тайны моей погибели, узная раз навсегда, что нет возможностей радости во зле. Зло деяние человека моя мука печаль Бога. Каждый грех каждого смертного обостряет мои страдания, удлиняет мой приговор. Однако я должен помнить свой обет. Я поклялся, что буду искушать человечество, что приведу его к погибели, но человек не клялся уступать моим искушениям. Он свободен, и если он противится, я ухожу. Если принимает меня, я остаюсь. Вечное правосудие так порешило. Человечество, направленное Бога человеком, должно совершить свое искупление и одновременно мое. Тут внезапно приблизившись, он протянул мне руку. Его стан возвысился, сделался еще более величественным. А теперь пойдемте, сказал он тихим голосом, в котором слышалась угроза, пойдемте, перед вами откроется тайна. Вы узнаете, с кем вы прожили так долго, в чьем обществе вы плавали по опасным морям. Горделивый и надменный, как вы, он все же не так приступен, так как признает Бога своим властелином. При этих словах громовой удар оглушил мне уши. Все окна по обе стороны каюты распахнулись, и я увидел странный блеск обнаженных сабель, направленных кверху. Потом почти без сознания я почувствовал, что меня схватили и куда-то помчали. Через мгновение я очутился на палубе пламени невольным узником сильных невидимых рук. Подняв глаза в смертельном отчаянии, готовясь к адским пыткам, какой-то уверенностью в душе, что молить Бога о милосердии слишком поздно, я увидал вокруг себя замерзший мир, над которым солнце будто никогда не сияло. Зеленоватые стеклянные стены обрамляли судно со всех сторон. Волшебные дворцы в башне и ледяные своды составляли нечто вроде большого города. Над холодно блиставшими льдинами круглая луна, как бледный изумруд, светила, и как раз против меня спиной к мачте безмолвно стоял не Лусио, а ангел. Ангел знакомым мне лицом. Увенчанный таинственным блеском дрожащих огненных звезд, этот величественный облик возвышался между мною и луцезарным небом. Лицо суровое и прекрасное, было чрезвычайно бледное, в глубоких глазах таилось вечное страдание, бесконечная тоска, безмерное отчаяние. Черны запечатленные в моей памяти нашим долгим сожительством были те же, но на них лежал теперь отпечаток чего-то неземного, оттененного вечной печалью. Телесных ощущений у меня не было, только моя душа до ныне спящая проснулась и трепетала от страха. Мало-помалу я начал чувствовать, что окружен людьми, и, оглянувшись, я увидал густую толпу лиц странных, почти диких. Умоляющие глаза были устремлены на меня в жалостной или суровой тоске, и бледные руки протянуты не то с мольбой, не то с угрозой, и пока я смотрел, воздух отуманился, изредка испещаясь молнией блестящей на мимолетной. Широкие крылья пунцового огня окружали замерзшее судно, поднимаясь к верху, так что их блестящие верхушки почти касались луны. И он, мой враг, по-прежнему безмолвно стоявший у мачты, был также окружен этими острыми могучими крыльями, которые, как призрачные тучи, освещенные ярким закатом, струились вокруг его темного облика, образуя за ним пылающее, сверкающее пламя. И голос звучный, но бесконечно грустный, упал, как таинственная музыка в холодную тишину. Вперед, вперед, Амиел, границам света! С напряженными нервами я повернулся к рулевому. Неужели это был Амиел, которого я так ненавидел? Это существо, суровое, как сама судьба, с темными крыльями и отчаянным лицом. Если так, то я узнал в нем демона. Лишь ужас и бесконечный стыд могут так исказить душу человека. Целый ряд преступлений виднелся в его измученных чертах, но какая скрытая пытка терзала его, ни один смертный не мог бы угадать. Бескровными костлявыми руками он повернул колесо, и ледяные стены с гробовым шумом подались. «Вперед, Амиэл!» вновь произнес печальный голос. «Вперед туда, где человеческая пядь не ступала к краю света!» К толпе бледных и страшных лиц прибавились еще многие, огненные крылья еще пламеннее засверкали, рыдания, жалобные крики, стоны раздались со всех сторон. Опять трескающийся лед зашумел, как подводное землетрясение, и, незирая на окружавшие его ледяные стены, корабль понесся вперед. Смутно скружащейся головой, как в безумном сне, я увидал, как огромные блестящие глыбы зашатались, тяжелый ледяной город затрясся до фундамента. Светлые верхушки упали и исчезли. Башни подкосились, рушились, свергаясь в морскую бездну, и огромные ледяные горы раскололись, как тонкое стекло, под напором яхты, направленной чертовскими крыльями ужасной команды. Но куда мы шли? Я не смел думать. Мне казалось, что я уже умер. То, что я видел, не было похоже на знакомую мне землю. Я решил, что нахожусь в загробном мире, тайны которого вскоре и к своему горе узнаю. Вперед, вперед мы неслись все быстрее. Я не спускал напряженного взора с величественного образа, неподвижно стоявшего передо мною. с этого врага, коего глаза горели вечностью печали. Лицом к лесу с этим бессмертным отчаянием я почувствовал себя ничтожным, какой-то неважной былинкой, достойной лишь уничтожения. Крики и стоны теперь прекратились. Мы неслись вперед в угрожающем безмолвии, и тем временем бессмертные жизненные драмы, невообразимые печали витали вокруг меня в красноречивом молчании грустных лиц, внушительном учении страшных глаз. Вскоре мы остались за собой ледяные преграды. Яхта очутилась на темном море, тихом как озеро, и блестевшем серебристыми отливами в широких дружелюбных лучах полного месяца. По обе стороны тянулись изилистые берега, обогащенные роскошной растительностью, а за ними виднелись туманные очертания далеких пунцовых гор. Маленькие волны тихо журчали между скалами, лаская мирные прибрежья. Благовонные запахи наполняли воздух, и мягкий ветерок блуждал. Неужели это был потерянный рай? Это полутропическая полоса, спрятанная за материком льда и снега. Внезапно с вершин высоких темных деревьев раздалось пение какой-то птички. И так сладко столь отрадная ее мелодия, что мои уставые глаза наполнились непрошенными слезами. Чудные воспоминания нахлынули в мой ум, и жизнь на благодушной солнечной земле показалась мне несказанно дорогой и ценной. Случайности жизни, радости, чудеса и благословения, коими творец щедро одарил неблагодарное племя, все это внезапно показалось неудивительным и чудесным. Ах, если бы мне дали еще раз такую жизнь для искупления прошлого, для собирания драгоценных потерянных минут, для того, чтобы жить, как должен жить человек, исполняя волю Божью, в дружбе со своими ближними. Незнакомая птица продолжала заливаться. Никогда еще я не слыхал такого упоительного пения. И пока эти мягкие ноты падали одна за другой в таинственную тишину, бледная тень отделилась от ярко-красных крыльев, тень женщины, окутанной своими волосами, она приблизилась к краю судна и облокотилась на него, подняв ко мне свое измученное лицо, это было лицо Сибилы, я еще смотрел на нее, когда внезапно она упала на палубу и зарыдала. Вся моя душа заныла, я понял, чем она могла быть и чем была, я понял, что терпение и высокая любовь смогли бы сделать из нее ангела, и, наконец, я пожалел ее, до тех пор я ее не жалел. Много знакомых лиц смутно предстали передо мною, как бледные звезды в туманную ночь, лица умерших истерзанных горем и угрызениями совести, один образ тихо побрел мимо меня в кандалах блиставших золотом. В нем я узнал своего бывшего товарища Каррингтона, другой, корчившийся в какой-то горькой муке, был никто иной, как злосчастный игрок Линтон, поставивший свою бессмертную душу в виде последней ставки. Я даже увидал своего отца, усталого, изнеможденного, и задрожал в боязни, что та, которая умерла, произведя меня на свет, тоже покажется окруженной этими ужасами. Но нет, слава Богу, я никогда не увидал ее. Душа моей матери не заблудилась по пути к раю. Опять мои глаза вернулись к повелителю этой таинственной сцены, к падшему ангелу, величественный облик которого, казалось, наполнял теперь все небо и всю землю. Огненная слава витала вокруг него. Он поднял руку, корабль остановился и смуглый корм, чей остался неподвижным у руля. Вокруг нас земля озаренная луною растелалась, как блестящий сон в волшебном царстве, а незнакомая божья птичка продолжала печь. Так упоительно, так сладко, что даже истерзанные души ада должно быть почувствовали минутное облегчение. «Тут мы остановимся», сказал повелительный голос, «тут, где тень человека никогда не падала, где надменный людской ум не зачинал греха, где безбожная жадность человека не исказила ни одной красоты, не убила ни одного безвредного творения, тут последнее место на земле неоскверненное человеческим присутствием, тут конец мира, когда эта земля будет открыта, эти берега бесчещены, когда мамона вступит на эту почву, тогда гряне день страшного суда, но пока здесь Бог один царит, ангелы могут смотреть на этот уголок без содрогания и злые духи находить на нем покой». Торжественный звук музыки наполнил воздух, и я, сдержанный до сих пор невидимыми цепями, внезапно почувствовал себя свободным. Сознавая свою свободу, я все же продолжал глядеть на высокий темный образ моего врага, так как его огненные глаза остановились на мне. Внушительный голос опять раздался. «Человек, не обманывай себя», сказал он, «не думай, что ужас этой ночи фантастический сон, западня или видение. Ты не спишь, ты еще обладаешь телом, не только духом. Местность, где ты находишься, не рай, не ад, а просто уголок того мира, в котором ты живешь. Зная отныне, что сверхъестественный мир не ложь, а великая действительность и что Бог царит повсюду». «Твой час настал, и ты должен себе выбрать властелина. Теперь волей Всевышнего ты видишь меня ангелом, но не забудь, что между людьми я принимаю образ человека. Как человек я двигаюсь человечеством через бесконечные века. Королям и советникам, мыслителям и учителям, старым и молодым, я прихожу в том облике, которого требует их горделивость или безнравственность и действую заодно с ними. Но от чистых сердцем, высоких верой, совершенных в намерениях, я отстраняюсь с радостью, ничего не прося от них, кроме молитвы. Таков я есть, таким останусь, пока человек добровольно не освободит и не искупит меня. Не ошибайся на мой счет, узнай меня и выбери свою судьбу не из страха, а из любви к истине. Впоследствии тебе не придется уже выбирать. Это час, это минута, твое последнее испытание. Выбирай, повторяю я, будешь ли ты служить себе и мне или только Богу. Вопрос прогремел в ушах моих. Дрожа всем телом, я оглянулся и увидел себя окруженным целой толпой лиц, бледных, тоскующих, угрожающих и умоляющих. Они теснили меня со всех сторон. В глазах многих виднелись слезы и губы двигались безмолвно. И пока они смотрели на меня, я увидел еще какой-то призрак изображения самого себя, несчастного, слабого существа, жалкого, невежественного и непроницательного, ограниченного и в способностях, и в уме, и, несмотря на все это, преисполненного эгоизмом и надменностью. Мельчайшая подробность в моей жизни внезапно предстала перед моими глазами, как в зеркале, и я прочитал гнусную летопись своей интеллектуальной гордости, грубого тщеславия и еще более грубого хвостовства. Со стыдом я признал свои пороки, мелочность, презрение к Богу, богохульство и самоуверенность. В внезапном приливе негодования на самого себя я отрекся от своей прошлой негодной жизни и закричал громко и искренне «Я выбираю Бога!» Истребление из Его рук высшей жизни без Него одного Бога! «Я выбираю Бога!» Мои слова упали горячо и стремительно. Едва успел я произнести их, как воздух озарился каким-то лучезарным опаловым светом. Черные и огненные крылья, окружавшие меня, затрепетали радужными цветами, а лицо моего темного врага озарилось небесным сиянием, нежным, как улыбка зари. Испуганный, ошеломленный, я посмотрел вверх, и изнемог от внезапного явления. На фоне небесного свода лучезарный облик виднелся, как облик обладал столь сверхъестественной красотой, столь лучезарной прелестью, что, казалось, само солнце превратилось в ангела с радужными крыльями. Из светившегося неба неожиданный голос раздался звонкий и упоительный. Люцифер, сын утра, восстань, одна душа отвергает тебя, один час радости дам тебе, восстань. Земля, воздух и море внезапно зацверкали огненным золотом. В то же время я почувствовал, что какие-то невидимые руки придерживают меня к месту, и что яхта медленно уходит ко дну. Охвачены несказанным страхом, мои губы все же продолжали шептать «Бог! Только Бог!» Небеса меняли свою окраску, переходя от золотой калой, от алой голубой, а тот, которого я знал как друга, быстро поднимался вверх с просветлевшим, почти божественным лицом, и с таким выражением блаженства восторженных глазах, что она почти граничила с отчаянием. Без дыхания, с кружащейся головой, я следил за полетом этого падшего ангела, прощенного на час, а тем временем дьявольское судно продолжало уходить ко дну. Невидимые руки все еще придерживали меня. Я падал, падал в какую-то безмерную бездну. Я верю в Бога, прошептал я, и пока еще слова дрожали на моих губах, я увидал солнце. Солнце милой земли, знакомое радушное светило, эмблема божеской защиты. Его золотой ободок показался на востоке, озаряя могучий образ, поднимавшийся к небесам, с темными, распростертыми крыльями, широко раскинутыми по небесному своду. Еще раз, еще один раз, знакомое лицо взглянуло на меня. Я увидел тоскующую улыбку, глубокие глаза, горящие вечностью печали. Потом меня насильно погрузили вниз, все ниже и ниже, и глубокая, как бездна, холодная могила закрылась надо мной. Синее море, синее небо и надо всем Божий солнечный свет. Вот к чему я проснулся после продолжительного бессознания. Я плавал по широкому океану, крепко привязанной к деревянной балке. Я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. После одной или двух попыток освободиться, я покорно предался своей судьбе и продолжал лежать на спине и глядеть на лазурную высоту небес, убаюканной тихим колебанием моря, ласковым, как материнские объятия. Один с Богом и природой я, человеческий атом, несся вперед потерянный, но найденный. Потерянный на этом широком море, которое вскоре послужит могилой моему телу, но найденный, так как я вполне сознавал существование и пробуждение бессмертной своей души, этой божественной, неразрушимой сущности, которая единственной имеет значение в глазах Творца. Я должен умереть скоро и неминуемо, так думал я, пока волны качали меня в своей широкой колыбели, изредка обмачивая мне лоб своей холодной струей. Что мог я сделать теперь, безнадежный и присужденный к смерти, чтобы искупить свое прошлое? Ничего, только раскаяться. Но могло ли столь позднее раскаяние удовлетворить законы вечного правосудия? С грустью и смирением я размышлял над этим вопросом. Мне было дано испытать ужасную истину безусловного существования духовного мира, окружающего нас. А теперь я был брошен на поверхность моря, как ничтожная вещь. Я чувствовал, что то краткое время, которое мне оставалось в этом мире, было действительно моим последним испытанием, как это мне сказал враг человечества, которого в уме я еще называл Лусио. Если бы я только смел после целой жизни отрицания и богохульства, если бы я смел обратиться к Христу, сказал я, отверг бы он меня, этот божественный брат и друг человека или нет. Я шепнул этот вопрос небу и морю. Таинственная тишина, невозмутимое спокойствие наполняли воздух. Другого ответа не было. Только глубокий чарующий мир постепенно заполнил мою беспокойную совесть, мою терзавшуюся душу, наболевшее сердце и усталый ум. Я вспомнил слова, слышанные давно и почти забытое. Тот, кто обращается ко мне, того я не отвергну. Вглядываясь в светлые небеса и лучезарное солнце, я улыбнулся, и вполне отдавая себя Божьей воле, я прошептал слова, которые в моей страшной огоне спасли меня. Я верю в Бога, что бы Он не выбрал для меня в жизни, в смерти и после смерти все будет хорошо. Я закрыл глаза и отдался милосердию мягких волн и с теплыми солнечными лучами, согревавшими мне лицо, я заснул безмятежным сном. Я проснулся с криком, ледяная дрожь била мое тело, грубые радушные голоса звучали в моих ушах, и сильные руки развязывали мои узы. Я лежал на палубе большого парохода, окруженной толпой матросов. Солнечный закат пылал на поверхности моря. Меня осаждали вопросами, но ответить я не мог. Мой язык высох и распух. Когда меня подняли на ноги, я стоять не мог от крайнего утомления. Смутно и со страхом я оглянулся. Неужели этот огромный корабль с дымящимися трубами и шумящей машиной тоже чертовское судно плавающее по морям? Слишком слабый, чтобы говорить, я вопросительно развел руками. Широкоплечий добродушный матрос выдвинулся и посмотрел на меня с сочувствием. Это английский пароход, сказал он, и мы идем сотым том. Наш рулевой приметил вас в воде, мы остановились и послали за вами спасательную лодку. Где произошло крушение? Не осталось ли еще кого-нибудь в живых? Я посмотрел на него, но не мог ответить. Самые странные мысли толпились в моем уме, вызывая во мне одновременно дикий смех и неудержимые слезы. Англия. От этого слова все фибры моего тела задрожали. Это маленькое место на маленьком мире. Как я любил его. Я сделал жест безумной радости, но ничего не сказал. Даже если бы я и мог заговорить, никто не поверил бы моему рассказу. И я опять лишился чувств. Матросы отнеслись ко мне крайне сочувственно. Капитан уступил мне свою каюту, и пароходный доктор ухаживал за мной с усердием, уступавшим лишь его любопытству. Он хотел узнать, откуда я прибыл, и где случилось крушение судна, на котором я находился. Но я продолжал молчать, лежа в койке, без движения, почти бессознания, признательные за оказанные мне услуги, но радуясь, что временно я мог не говорить, ибо я был поглощен собственными мыслями, мыслями слишком торжественными и значительными для праздного разговора. Меня спасли, мне возвратили жизнь, и я знал для чего. Поглощаются меня забота поглощающая состояла в том, чтобы искупить свое прошлое и совершить дельное добро там, где до ныне я бездействовал. Наконец настал день, когда я достаточно оправился, чтобы сидеть на палубе, и с ревностным взором следил за приближающимися берегами Англии. Мне казалось, что я прожил столетия с тех пор, как оставил родину. И действительно, для меня прошло столетие, ибо время считается только тем, что душа переживает ничем другим. Я был предметом любопытства и интереса пассажиров, так как до сих пор еще не произнес ни слова. Погода стояла тихая и ясная, солнце радушно светило, и вдали белеющий край счастливого острова, как прозвал его Шекспир, блестел, как алмаз, купающийся в море. Капитан прошел, взглянул на меня, одобрительно кивнул головою, и после минуты колебания заговорил. Я рад видеть вас на палубе. Что же, вы почти оправились. Я улыбнулся еще слабой улыбкой. Может быть, продолжал он, теперь, когда мы так близки к месту назначения, вы скажете нам свое имя? Нам нечасто приходится находить живого человека в волнах Атлантического океана. Атлантического океана? Как я попал туда. Я не смел над этим задумываться. Мое имя пробормотал я, заговорив от удивления. Как странно. Все последнее время я совершенно забыл, что у меня есть имя и еще кое-какие другие принадлежности. Конечно, мое имя Джеффри Темпест. Глаза капитана широко открылись. Джеффри Темпест? Бог мой! Мистер Темпест, бывший миллионер. В свою очередь я изумился. Бывший, повторил я. Что вы хотите сказать? Неужели вы ничего не слыхали? В волнении спросил капитан. Слыхать? Я ничего не слыхал с тех пор, как покинул Англию несколько месяцев тому назад в сопровождении друга на его же яхте. Мы совершили длинные путешествия, странные путешествия и потерпели крушение. Остальное вы знаете, я обязан вам за свою жизнь. Никакие новости до меня не дошли. Силы небесные, перебил меня капитан. Грустные новости обыкновенно распространяются быстро, но в этом случае сознаюсь мне очень неприятно, что вы узнаете несчастье от меня. Он приостановился с озабоченным лицом. Я улыбнулся, недоумевая. Пожалуйста, говорите, сказал я, не думаю, чтобы вы могли сообщить мне что-нибудь, что теперь особенно расстроило бы меня. Я знаком с хорошей и дурной стороной жизни, уверяю вас. Капитан нерешительно взглянул на меня. Потом ушел и вскоре вернулся с американской газетой в руках. Он протянул ее мне и молча указал на передовые столбцы. Тут своими буквами было напечатано следующее. Разорившийся миллионер, колоссальное надувательство, бесстыдные подделки, обман Бентамы и Эллиса. Первую минуту моя голова закружилась, потом я начал читать и скоро усвоил положение дела. Уважаемые поверенные, которым я смело поручил ведение своих дел, во время моего отсутствия не смогли противостоять против соблазна стольких миллионов и превратились в отъявленных мошенников. Имея дело с тем же банком, как я, они не постеснялись подделать мою подпись и выбрать с моего счета огромные суммы, которые поместили в дела, лично их касающиеся. В конце концов, они удрали, оставив меня почти таким же бедным, как до получения моего наследства. Я отложил газету и посмотрел на доброго капитана, следившего за мною почти с материнской заботливостью. Благодарю вас, сказал я. Эти мошенники были моими поверенными. Могу сказать без запинки, что я жалею их больше себя. Вор всегда остается вором, а бедный человек, если он честен, стоит выше богатого вора. Деньги, которые они украли, принесут им большие несчастья, больше несчастья, чем наслаждения. В этом я убежден. Если эта статья верна, то они уже потеряли массу денег в неверных делах. И бинтам, которого я считал за человека высшей степени осторожного и предусмотрительного, вложил огромную сумму в эксплуатацию уже истягшей руды золота. Подделка моей подписи была, видимо, сделана очень ловко. Но что за потеря времени и труда? Оказывается, что и мои вклады никуда не годятся. Ну что же, все равно. Я должен начать жизнь сызного. Вот и все. Капитан изумился. Вы, кажется, не понимаете серьезности поразившего вас несчастья, мистер Темпест, сказал он. Вы принимаете это известие чересчур спокойно. Впоследствии вы заговорите иначе. Надеюсь, что нет, ответил я с улыбкой. Никогда не следует смотреть на худшую сторону положения. Уверяю вас, что я вполне усваиваю то, что случилось. В глазах света я разорен, я это понимаю. Капитан покачал головой и оставил меня. Я убежден, что он считал меня за сумасшедшего. Однако я лично сознавал, что никогда не был в более здравом уме. Я великолепно понимал свое несчастье, в кавычках. Иначе говоря, великое счастье, которое было дано мне. Возможность добыть нечто ценнее мешков золота. В потере моего земного богатства я увидал работу столь милостивого и жалостливого проведения, что исполнился еще больше надежды, чем прежде. Перед моим внутренним взором поднялось видение божественной и прекрасной необходимости работы. Для достижения счастья этого величественного и неоцененного ангела труда, который образовывает человеческий ум, укрепляет его руки, направляет его душу, очищает его страсти и поддерживает его физически и нравственно. Прилив энергии и здоровья наполнил мои жилы. Я поблагодарил Бога за предложенный мне случай искупления моего прошлого. В каждом человеческом сердце должна быть благодарность за всякий Божий дар. Но ничто не требует столько благодарности Творцу, как призыв к работе и возможность исполнить ее. Англии наконец. Я простился с добрым кораблем спасшим меня и со всей командой, которая узнав мое имя, смотрела на меня не то с любопытством, не то с жалостью. Мой рассказ о том, что я потерпел крушение на яхте друга, был принят беспрекословно и все избегали спрашивать меня о случившемся, так как общее впечатление было, что все, не исключая моего друга, погибли и что мне тяжело об этом воспоминать. Я не входил ни в какие объяснения и был рад, что этим дело покончилось. Но я не забыл послать доктору и капитану хорошее вознаграждение за их заботу и доброту. Судя по письмам, которые я получил от них, они остались более чем довольны тем, что получили, и я думаю, что последние остатки моего бывшего богатства принесли свою долю пользы. Возвратившись в Лондон, я поехал в полицейское управление и прекратил дело преследования Бентамы и Эллиса. Назовите меня сумасшедшим, если хотите, сказал я удивленному начальнику сыскного отделения. Мне все равно. Но пусть эти мошенники остаются приукраденные ими дряни. Это золото принесет им такое же проклятие, какое оно принесло мне. Это чертовские деньги. Половина моих миллионов уже ушла, так как в день свадьбы я положил их на имя жены. И по моему же желанию после ее смерти они перешли к ее отцу лорду Эльтону. Я обогатил родовитого графа, а теперь навряд ли он одолжит мне 10 фунтов. Однако я его и спрашивать не стану. Остальное ушло на всеобщую трату порчи и разврата. Пусть оно там и остается. Я не буду стараться вернуть своего состояния. Я предпочитаю быть свободным человеком. Но ради принципа прервал мне начальник с негодованием. Я улыбнулся. Принцип уже исполнен, сказал я. Тот, который обладает слишком большим богатством, создает воров и мошенников. Он не имеет права требовать честности. Пусть банк преследует моих поверенных, если хочет, но я этого не сделаю. Я свободен. Свободен работать за существование, и я буду наслаждаться своим заработком, а то, что я унаследовал, я успел возненавидеть. Я оставил его взбешенного и удивленного. Через несколько дней газеты наполнили странными отзывами обо мне, некоторые из коих были совсем ложные. Меня называли сумасшедшим и беспринципным, останавливающим ход правосудия и так далее, и так далее. Для полной картины кто-то откопал мою книгу и разнес ее с такой ядовитостью, что я невольно вспомнил свою анонимную критику на Мавис Клер. Но результат получился самый неожиданный. Под напором внезапного капризного ветра публика набросилась на моего литературного первенца, взяла его, приласкала, прочла, нашла в нем качества, которые понравились ей, начала раскупать ее тысячами. Прозорливый Моррисон в качестве честного редактора прислал мне поздравительное, но удивленное письмо с приложением 100 фунтов и обещанием «Ах, эти первые заработанные 100 фунтов! Как они были для меня ценно! Я почувствовал себя королем независимости, передо мной открывался путь к славе, никогда еще жизнь не улыбалась мне так, как в эту минуту. Стоило говорить о бедности. Я был богат, богат стами фунтами, добытыми собственным умственным трудом. Я не завидовал ни одному миллионеру, разбрасывающими груды золота направо и налево. Я вспомнил но не смел долго задумываться над ее тихим чудным образом. Со временем, когда я приступлю к новой работе, когда настрою свою жизнь, как решил настроить ее в путях веры, твердости и любви к ближнему, может быть, я напишу ей и расскажу ей все, все, даже про тот странный уголок мира, скрытый за границами вечного льда и снега. Но теперь я решил стоять наедине, борясь, как человек должен бороться, не ища ни помощи, ни симпатии, и рассчитывая ни на себя, а только на Бога. К тому же я еще не мог решиться поехать в вилла с мир, для меня эта местность была полна самых ужасных воспоминаний, и хотя лорд Эльтонс нисходительно пригласил меня к себе, одновременно выражая свое сочувствие за мои крупные финансовые потери. скромную комнату я приступил к литературной работе, избегая всех своих прежних знакомых, которые не потребили усилий, чтобы отыскать меня, так как я теперь был совершенно беден. Я жил наедине со своими грустными мыслями, размышляя о многом, приучая себя к смирению, покорности и крепкой вере. И день за днем я боролся с чудовищем эгоизмом, который являлся мне в тысячи различных видов. Мне пришлось переделать свой характер, покорить свой упрямый нрав, заставляя его стремиться к иным целям, кроме мирской славы. Задача была трудная, но с каждой новой попыткой мои силы росли. Таким образом я прожил несколько месяцев, и вдруг весь литературный мир с восторгом заговорил о новой книге Мавис Клер. В этот раз я тоже возрадовался, не завидуя больше ее заслуженной славе. Я стоял как бы в стороне, глядя на проезд ее торжественной колесницы, украшенной не только лаврами, но и розами, эмблемами любви и почестей народа. Всей душой я уважал ее талант, всем сердцем преклонялся перед ее женской чистотой. И как раз во время этой новой удачи Мавис написала мне письмо, простенькое письмецо, радушное, как она сама. Дорогой мистер Темпес, я недавно случайно узнала, что вы возвратились в Англию. Адресую это письмо вашему редактору в надежде, что вы получите его. Мне хотелось выразить вам искреннюю радость по поводу успеха вашей умной книги после периода ее испытаний. Мне кажется, что этот успех в большой мере утешит вас после ваших крупных жизненных и материальных потерь, о которых я здесь не стану говорить. Когда вы почувствуете себя в силах вновь увидать местность полную и столь горьких для вас воспоминаний, то приезжайте навестить меня. Ваш друг Мавис Клер. Туман заслал мне глаза. Я почти почувствовал ее милое присутствие в комнате. И она назвалась моим другом. Мне показалось, что я недостоин столь высокой награды. Я сложил письмо и положил его к сердцу как талисман. Мавис радостная, чудная, чистая должна знать тайну счастья. Когда нибудь я поеду к ней, к этой женщине, окруженной лилиями. Когда нибудь, когда я буду в силах рассказать ей все, кроме своей любви к ней. Эта любовь никогда не будет высказана. Я должен превозмочь себя и не надеяться попасть в потерянный рай. Когда нибудь я увижу ее, но не скоро, не раньше, чем окрепну на своем новом пути. Размышляя таким образом, мне внезапно показалось, что голос, похожий на мой, громко сказал, откинь, откинь покров дух града красоты. Я чувствую, что в твоих глазах узнаю тайну счастья. Холодная дрожь пробежала по моему телу. Я вскочил со стула в приливе ужаса. Приблизившись к открытому окну, я посмотрел на пеструю уличную жизнь, и мои мысли вернулись к тем странным вещам, которые я видел на востоке. Я вспомнил лицо египетской танцовщицы, воскресшей после двухтысячелетнего погребения, и столь похожей на Сибилу, потом видение града красоты и женщину с покрытой головой, лицо которой я жаждал видеть. И я начал дрожать все более и более по мере того, как мой ум помимо воли сплетал настоящее с прошлым, соединяя их в какое-то неразрушимое звено. Неужели я опять сделаюсь жертвой властей тьмы? Может быть какое-нибудь невольное и греховное желание подвергло меня новым мучительным искушениям? Угнетенный этими ощущениями, я оставил работу и вышел на свежий воздух. Была уже поздняя ночь, и светила луна. Я тронул письмо Мавис, оно лежало близко к сердцу, как бы предохраняя меня от всякого искушения. Я жил недалеке от вестминстерского аббатства и инстинктивно направил шаги к памятнику, хранящему останки стольких королей и великих деятелей. Сквер был почти пуст. Я умерил ход и тихо побрел в направлении старого дворцового двора. Внезапно тень упала передо мною, и подняв голову, я очутился лицом к лицу Слусио. Он был таким же, как всегда, совершенное воплощение совершенного человека. Его лицо, бледное, горделивое, грустное и презрительное, блеснуло, как звезда. Он посмотрел на меня в упор, и вопросительная улыбка заиграла на его губах. Мое сердце почти перестало бить. Я вздохнул быстро, порывисто, дотронулся до письма Бавис. Потом, твердо и непоколебимо ответив на его взгляд, безмолвно отстранился. Он понял меня, его глаза заблистали с знакомым ярким блеском. Он также отстранился и дал мне пройти. Я продолжал свою прогулку, ошеломленный и как во сне. Достигнув улицы против парламента, я остановился на минуту, чтобы прийти в себя. Тут я опять увидел его величественный человеческий облик с лицом ангела и тоскующими печальными глазами. С обычной грацией движений он вышел на открытое место, освещенное луною, и остановился, как будто кого-то дожидаясь. Меня? Нет. Я повторил имя Бога, собрал всю свою веру, и хотя безумно боялся собственного малодушия, ничего другого не боялся. Я тоже приостановился. Через некоторое время несколько членов парламента явились из-за угла, один или двое из них поклонились Лусио как другу, другие, видимо, не знали его. Он все-таки продолжал ждать, и я тоже. Наконец, когда часы на башне пробили без четверти одиннадцать, господин, в котором я узнал одного из наших министров, прошел по площади, быстро направляясь к парламенту. Тогда и только тогда Лусио двинулся вперед с улыбкой. Радушно приветствуя министра знакомым звучным голосом, он взял его под руку, и они пошли вместе о чем-то серьезно разговаривая. Я следил за ними, пока они не исчезли. Я увидал, как они зашли по лестнице и скрылись в дверях дома английского правительства. Дьявол и человек вместе как близкие друзья. Конец.